В эфире спортивные новости на Новороссия ТВ. Сегодня прошла первая учредительная конференция Федерации по спортивной акробатике. Начинаем нашу конференцию и вступительное слово. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить вопрос о создании Федерации спортивной акробатики в Донецкой Народной Республике. До сегодняшнего момента спортивная акробатика входила в состав Федерации спортивной гимнастики. По инициативе рабочей группы и группы поддержки было принято решение создать Федерацию спортивной акробатики Донбасса. В наше нелегкое время Федерация будет помогать развитию спортивной акробатики на территории Донбасса, организовывать и проводить спортивные мероприятия, содействовать развитию массовых занятий спортивной акробатики, налаживать международные связи Донбасса по спортивной акробатике, укреплять связь со спортивными международными организациями, представлять Донбасс в спортивной акробатике на международной арене. На очередительной конференции Федерации спортивной акробатики Донбасса были рассмотрены следующие вопросы. Предложение о создании Федерации спортивной акробатики Донбасса поддержали единогласным решением все члены конференции. Я предлагаю создать Федерацию спортивной акробатики и за это прошу вас проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Единогласно. Президентом Федерации спортивной акробатики единогласным решением был избран Александр Шершов. Была выдвинута кандидатура на президента Федерации спортивной акробатики Донбасса Шершов Евгений Александрович. Кто за данное предложение выбрать президентом Федерации спортивной акробатики Донбасса Шершов Евгений Александрович? Единогласно. Новоиспеченный президент Федерации рассказал о перспективах и развитии данного направления. Большинство, скорее всего, акробатика, слово акробатика ассоциируют с цирком. Поэтому первоочередной нашей задачей в нашей Федерации является рассказать, показать людям, что есть такой вид спорта, красивый, трудный, захватывающий, чтобы акробатика в нашей молодой республике была одним из самых популярных и массовых видов спорта. Для этого уже проводится ряд мероприятий. Мы заручились поддержкой средств массовой информации, общественных организаций, таких как Юный Новоросс, лидер Юного Новоросса, Мирошниченко Андрей Валерьевич, присутствует сегодня у нас. Ну и в структуру федерации мы включили группу ОФП. То есть это так называемый плацдарм, где будут готовиться юные спортсмены, будущие члены сборных нашей республики. Ну и чемпионы, я буду надеяться. Ну и кроме молодых спортсменов, у нас уже есть спортсмены, которые могут с достоинством показать свое мастерство, выступать не только на территории ДНР, но и представить достойно нашу молодую республику на международной арене. Вот это еще одна первоочередная наша задача – развивать спортивные международные связи. На данный момент пытаемся вплотную работать с Российской Федерацией спортивной акробатики, которая является одним из лидеров мировых. Что касается квалификационных требований к разрядности, присвоения категории тренерам, судьям, ну и, насколько я знаю, до сих пор пользуемся нормативными документами, разработанными еще в Украине, которые на данный момент далеки от реальности и в большей степени нам не подходят. У нас есть тренера, специалисты, которые имеют большой опыт, участвовали в различных семинарах, в том числе и на международных соревнованиях, на мировых проводились семинары. Поэтому, я думаю, очередной нашей целью будет создать свои, разработать свои положения, которые будут регламентировать данные вопросы. И после принятия исполкома Федерации мы передадим это в Министерство молодежи, спорта и туризма, уже для рассмотрения и принятия. Депутат Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Андрей Мирошниченко также отметил, что Комитет молодежи спорта и туризма будет всячески помогать развитию спортивной акробатики. Ну а также я хочу добавить о том, что Комитет по спорту и туризму Народного совета ДНР всегда окажет вам помощь в организации этих соревнований. надлежащую поддержку, как со стороны и Министерства спорта, так и со стороны освещения массовой информации, так и какую-то материально-техническую поддержку, я думаю, никогда не оставят вас в стороне. Прошла пресс-конференция главы Министерства молодежи, спорта и туризма Михаила Мишина, депутата парламента ДНР Олега Степанова, представители Федерации бокса ДНР и членов сборной страны по боксу. В Донецке состоялась пресс-конференция министра молодежи, спорта и туризма Михаила Мишина по итогам участия донецких боксеров в международной матчевой встрече в Москве. Михаил Мишин высоко оценил работу Федерации бокса ДНР по налаживанию связей со спортивными объединениями Российской Федерации. Налаживание связи у нас идет уже полным ходом. Если раньше, так как было у нас единичные случаи, то сейчас уже идет система. У нас уже планируется в ближайшее время поездка инвалидов спортсменов по плаванию в город Москву, опять же. Планируется поездка на военно-спортивный сестиваль Щелкино в Подмосковье, у наших школьников, удаленных спортсменов. Вот сейчас у нас проводится очень крупный турнир «Дети Донбасса», «Дети за мир» в городе Донецкий спортивный комплекс 6-го управления Донбасс. Сегодня там буквально был порядка больше 400 человек, в том числе из Луганска приехали и даже спортсмены Российской Федерации. Несмотря на нелегкое положение и военные действия, в ДНР активно развивается спорт. Детско-юношеские спортивные школы продолжают работать, воспитывая молодых спортсменов нашей республики. На этом у меня все. В студии для вас работал Сергей Михайлов. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова